Продолжение следует... Продолжение следует... Так, спина мягкая, размеры по ширине 40 на 40, вставки 20 по бокам, кверху идёт расширение где-то до 23-25 примерно. Тубус из более лёгкого материала. То есть высота такого рюкзака порядка 90 сантиметров. Ну, лямки я только взяла штатные от сплавских рюкзаков, пришила. Пояс самодельный, мягкий. Вот 600 граммов. Чтобы была жёсткая спинка, я вставляю коврик. Коврик у меня, я на нём сплю и его же прокладываю на днище лодки, чтобы избежать излишнего трения об камне, если шкурадёры. Обычный ижевский коврик, тонкий, двуслойный. Я его разрезаю гармошкой, но разрезаю не до конца, здесь он уже просто надорвался. Разрезаю до половинки, каждую часть. Ну, здесь вот так режется, здесь, соответственно, с другой стороны. И он складывается у меня на 5 частей, коврик. Его я вставляю в рюкзак, получается, ну-ка, более жёсткая. Вот такой рюкзак, да, клапан плавающий. Можно регулировать высоту. Дальше. Палатка. У меня тент, он как палатка, в принципе, ну, в фильмах это видно. Двускатный тент до земли, домиком. Материал АЗТ весит 1,2 кг, он достаточно большой, но надёжный, ветроустойчивый. Можно, в принципе, наверное, делать из современных материалов. У меня вот старый АЗТ материал. Ставится на половинку весла. Вот моё весло. Сюда я вставляю такой наболдашник. Вставку. И это одна, получается, стойка для установки моего тента. А вторая, это ходовая палка, трекинговая. Ну, я обычно её спиливаю на месте. Иду с деревянной палкой, и на эту палку ставится вторая часть тента. Весло вот у меня разборное. Ну, она у меня старая. Кило двести весит. Но лопасти у него хорошие. Они, в отличие от дюралевых, толстые. И они держат воду. То есть, можно делать опорное весло, надёжное весло. Гидроснаряжение. У меня самодельные гидроштаны из материала чернухи. Это делает Ярослав Резинтехника. Такой материал. И он клеится резиновым клеем очень хорошо. Гидроштаны, это значит, они до конца не пропускают. То есть, вот внизу прямоугольничек просто заклеен. То есть, я их одеваю на ногу, и полностью не пропускают воду. А так они вот до пояса высоты. Чтобы они не спадали, я использую, ну, в принципе, можно пояс из неопрена, а можно вот просто штаны обрезала старые лосины беговые. Я просто надеваю это сверху. И вниз удобно носочки капроновооблегающие, чтобы предохранить низ чулков гидроштанов от протирания. И гидрокуртка у меня тоже из этого материала чернухи. Самодельная. Весит, наверное, ну и штаны, наверное, весят около 400 граммов. А куртка чуть потяжелее, может, 450. По жилет 350 грамм тоже у меня самодельная. Ну, в принципе, он из пенки, ничего особенного. Ну, просто ледники я сшила, спереди застыдиваются на молнии. И фиксируются еще стяжки с тропочкой, чтобы дублировать молнию. В качестве обуви я брала ЭВА-сапоги из ЭВА-материала. Они сейчас везде продаются. И приклеила к ним глинище из тонкого ПВХ-материала. Но оказалось, что вот тот материал, который я использовала, не очень долговечный на протирание. Много дырочек было. И в этом году я склеила себе... Ну, а так, в принципе, сапоги хорошо послужили. Один сапог весит 300 граммов. То есть пара 600 граммов. Они легкие, теплые. В общем, мне понравилось. Единственное, что, конечно, подошва за месяц она износилась. Сейчас я склеила сапоги из... Вот это место, которое у меня протиралось. Я оставила. Другой модель сапог выбрала. Здесь подошва более толстая. Я думаю, что носиться будет дольше. И также приклеила этот материал. Вот этот сапог получился весит 400 граммов. Тут 300, а тут 400. Но зато более надежный, надеюсь. Из ходовой обуви у меня ботинки. Ботинки THB Blanca. В принципе, хорошие ботинки, не тяжелые. Мягкие. Мне понравилось. Единственное, ну я их ношу уже за полтора года. Они, наверное, вот так износились. И отошла подошва. Ну я подклеивала. В принципе, они еще послужат мне. Такие трекинговые ботинки. Легкие. Вот они в сплаве продаются. Достаточно недорогие. Дальше. Из палатки. То, что я вам показывала, это тент. А от комаров я использую тоненькую палатку из парашютного капрона. Она сшита. Палатка домиком. Стандартная. И скат и крыши я сделала из материала органза. Он продается у нас, например, в магазине ОБИ. Дешевый тюль. Чтобы дышала палатка. Палаточка весит у меня вот эта граммов 400. Достаточно большая. То есть в ней, в принципе, можно даже вдвоем поместиться. Но я люблю длительное путешествие, чтобы было просторно. Она ставится под тентом, когда есть комары. Когда нет, то я ее и не ставлю. Она полноценная с дном. Если тент у меня без дна, то вот палатка с дном. Правда, в дно прогрызли мышь в прошлом году. Вот. Еще у меня есть тент полиэтиленовый, который я использую как костровой. Он весит 250 граммов. Но в других роликах я подробно показывала, как он выглядит. Колышки я беру с собой, потому что не везде. И бывает, что трудно найти какие-то палочки. А так, в принципе, у меня на камнях растягивается тент. Там есть юбка. То есть полоса материала, которая пришита по периметру. И она заваливается камнями. И очень надежно держится. Спальные мешки. Я предпочитаю... ...куховый. У меня со мной пуховый спальник. Вот этот кокон. Он весит где-то 750-800 граммов. Но этого, конечно, мало для прохладного времени. Поэтому я беру еще один спальный мешок. Совсем небольшой. Вот этот 450 граммов весит. Антрис. Из синтетического утеплителя. Прималофт. В принципе, синтетический утеплитель, когда используешь... ...в комплекте с пуховым спальником, лучше его синтетически надевать поверх. Поверх пухового. И он забирает на себя конденсат. Но, в принципе, так как у меня вот этот спальничек поменьше, чем пуховый, я его внутрь пухового, внутри пухового использовала. И тоже, в принципе, ничего. Вот. Так что два спальника я использую. Из гидроснаряжения еще, конечно же, гермомешки. Но самое надежное у меня из прорезинового материала, у меня есть один гермомешок, который со вклеенным катетером. И с помощью него я надуваю лодку очень быстро. Просто вот убираю воздух. Убирается воздух в гермомешок. И вот так вот накачивается лодка. Вот два таких из прорезинового материала гермомешка. И два совсем легеньких таких, покупных. В принципе, хватает. Котелки. Значит, я использую титановую крышку. Я на ней жарю. Еще могу жарить что-нибудь. Вот это у меня самодельный котелок-кружка. И самодельный маленький котелочек из консервной банки, в котором я варю кашу. А здесь можно чай. На горелке очень быстро все это закипает. И большой котелок. Круглый, алюминиевый. Это если надо что-то крупное сварить, рыбу, мясо. И там скипить, нагреть водой, помыться. Две ложки. Вот одна ложка у меня с таким крючочком. Ну и чайная ложечка. Спиннинг. Телестопический абсолютно. Ничего особенного в нем нет. Он просто легкий. Набор блесен убираю в такой чехольчик, чтобы не было острых углов. Блесны у меня в основном вертушки. На хариусы хорошо идут. А крупные вертушки, в принципе, на них и таймини ловятся, и другая. Разная рыба. И щуки, и таймини, и хариусы. В общем, на вертушку все берут. Катушка. Катушка самая легенькая. Ну, не самая такая, надежная. Она металлическая, не пластмассовая. Набор мух. Запасная леска-плетенка. Ну, еще блесенки. Блесна, в принципе, чем хороши? Их можно дарить. В качестве там, встречным оленеводам подарить. Вот блесна можно подарить. Фотопарат. Бананик. Небольшой фотопарат. Ремнобор. Ремнобор и там же аптечка. Ну, в принципе, там же я ношу и аккумуляторы запасные. А в ремнобор что обязательно входит? Ну, спички, само собой. Они у меня по разным местам разложены. Это вазелин, если по тертости. Пластырь. Бинт. Бинт. Ножницы. Иголки, нитки. Большая иголка. Главное клей. Клей обязательно надо брать в супер момент. Он и сапади клеит. Эва. Другой клей не берет его сапади. Резиновый клей. И клей. ПВХ. Для ПВХ. Но у меня используют. Я использую клей у Эрмона. Это клей такой для обувной. Ну, в Москве вот он продается. А так, в принципе, можно. Ну, любой клей, который клеит ПВХ ткани. Ну, кусочки материалов для ремонта. Йод. Обезболивающее. В общем, не такая же большая аптечка. Для ориентирования я беру карты. Только бумажные карты. Ну, их храню как следует от воды. Предохраняю. Они обязательно в пакетиках должны быть. Компас. И все, в общем-то. Дальше у меня, значит, нож. Нож кухонный, обычный. В чехле. Ну, он достаточно тяжелый. Но его можно рубить. Пилка. Фискос. Раскладная. Очень мне нравится. Удобная вещь. Топор не беру. Бинокль обязательно беру. Потому что это не только на животных посмотреть. Но и просто просмотреть путь. Это очень полезно бывает. Порог какой-нибудь просмотреть. То есть, бинокль, я считаю, в снаряжении вещь необходимая. Это очень легкий бинокль. Никон. Где-то он 350 граммов всего весит. Фонарик беру. Небольшой пиццель. Обязательно, конечно, баллоны газовые. И газовая горелочка у меня такая небольшая совсем. На стандартный резьбовой баллон. В принципе, если использовать переходник, можно использовать с длинными, высокими, дихлофосными баллонами. Спички обязательно. Мешочек полиэтиленов. Камера, которая сейчас снимает. Это Sony CX400E. Ну вот, пожалуй, и все. И снаряжение я показала. На что еще хотел бы обратить внимание. Да, я лидару брала на Сунтархаяту, на хребет. А так, в принципе, часто можно и без него. И кошки брала. Но кошек у меня нет, я на прокат брала. А, флисовые. Флисовки часто бывают очень короткие. Я вот их удлиняю. Это вот такая маленькая мелочь, которая предохраняет поясницу от замерзания. Когда нагибаешься, обычно, бывает, спина галяется. А когда флисовка удлинена, то это не происходит. Ну вот, в общем-то, и все по снаряжению. Спасибо за внимание.